Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Огромное спасибо, что заглянули! Я тут снимаю для вас новый мукпанг в новой локации. Очень долго старалась, чтобы сделать более-менее картинку. Все равно получилось не совсем то, что я хотела, но в любом случае я старалась. У нас сегодня борщ. Я его просто обожаю. Сметанка. Здесь у нас рулетики из лаваша. Я люблю их кушать, макая в соевый соус. Так что соевый соус тоже у нас рядышком. Также я здесь приготовила отбивную, но она у меня получилась ужасно в этот раз. Мне кажется, она как резина. Ну, жестковато. Мне кажется, тут вина не только моя, но и мясо не самое лучшее. Поэтому так получилось. В общем, обязательно пишите в комментариях, нравится ли вам подобная картинка. Стоит ли мне экспериментировать в разных локациях моей квартиры. Пишите обязательно. Также сегодня буду отвечать на ваши вопросы, которые вы задаете мне в моем инстаграме. Обожаю. В этот раз мясо, конечно, не то. Добавляю сметанку. Вообще, в детстве мы даже больше добавляли майонез. Тоже вкусно получается, ничуть не хуже. Намного калорийнее и жирнее, но тоже вкусно. Почему нет? Если вы тоже кушаете, то приятного вам аппетита. Открываю свой инстаграм и беру рандомный какой-то вопрос. Когда ты выйдешь замуж, заберешь с собой Твикса или он останется вместе с мамочкой? Вы знаете, буквально недавно у нас возникал этот вопрос. Мама говорит, что Тебя я отдаю, но и Твикса отдавать, это уже слишком. Мама настолько любит Твикса. Вы просто не представляете. И мама его ни в какую не отдаст. Вообще, я думаю, было бы классно подарить маме собаку. Просто сейчас мама еще не готова к этому. То есть, чтобы подарить домашнее животное человеку, я считаю, что обязательно нужно с ним согласовать. Вот вы меня в комментариях постоянно ругаете, что я своему парню говорю, что мне купить. А у меня эта система работает не только с парнем. Я даже у близких всегда спрашиваю, что тебе купить. Возможно, у меня в голове была какая-то другая идея. Я куплю, что я хочу, и дополнение, то, что хочет человек. Не люблю людей, которые просто передаривают подарки или покупают что-то чисто для галочки. У меня была знакомая, с которой мы перестали общаться. Вы знаете, мне очень не понравился один инцидент. она купила фейковую вещь и подарила своей знакомой, сказав, что это оригинал. Хотя она знала, что это поделка. Напишите, пожалуйста, вы бы продолжили общаться с этим человеком? Мне кажется, это как-то подло, что ли. То есть, человек ей подарил огромную сумму денег на ее праздник. Ей нужно было не то, что нужно было, хотелось подарить что-то в таком же объеме, но ей было жалко тратить деньги. И она нашла реплику, и мне тоже об этом рассказывала, что она нашла реплику и подарила. Она все равно не догадается, что это не оригинал. То есть, один в один, как оригинал. Рекламная пауза. Расскажи, пожалуйста, подробно о своих отношениях. Я не знаю, что именно вам интересно, какие аспекты. Задавайте вопросы внизу, я обязательно отвечу. Как вы уже наверняка знаете, что мой молодой человек младше меня на 5 лет. Мне всегда нравились помладше. Мне кажется, парень, который помоложе, он лучше будет воспринимать мои какие-то хобби, он будет более продвинут во всем этом. плюс еще я совсем не согласна с теми мыслями, что если ему 35, он готов к браку, к чему-то серьезному, а если он молодой, он будет 100% не готов. я думаю, что это всего лишь миг. Например, моя подружка, у нее муж женился на ней, когда ей было 23, когда ему было 23. Даю вообще кучу примеров. И в 20 женится, и еще моложе. Главное, чтобы человек был искренним, не жадный. Вы знаете, что самое главное, на мой взгляд? Самое главное, чтобы вам было комфортно в этих отношениях. Если вы каждый день заморачиваетесь в голове с вопросом, а интересно, он меня любит или нет, постоянно у вас ревность, недоверие. Это не здоровые отношения. Мы, естественно, как все, ссоримся, потом миримся. Все замечательно. Изначально никто никого не обманывал. Я знала, сколько ему лет, он знал, сколько мне. Вы знаете, как он узнал, что я на 5 лет старше его? Мы пошли в игру Portal Games. Там, в общем, вы заходите, вас пугают. Кстати, не только пугают, но еще и сбивают. Кстати, я забыла напиток. Вот я кушаю, кушаю и понимаю, что чего-то не хватает. Я никак не могу понять, чего. Напитка не хватает. Сейчас пойду. В общем, мы пошли. Там вас не только пугают, но еще и бьют. Я думала, я когда расскажу это на муганке, все мне в комментариях будут писать, ой, придумала еще, заплатили, вас избили, да такого не бывает. Я просто ждала подобные комментарии, но потом читаю комментарии, все пишут, а то, что в первый раз в подобных местах, понятное дело, что там бьют. Это нормально. Многим нравится. Не так же сильно. В общем, перед прохождением квеста вы там подписываете бумагу о том, что если что-то с вами произойдет, то несете за себя ответственность только вы сами. И, в общем, ты там пишешь имя, фамилию, отчество и год рождения. И вот тогда он впервые увидел мой год рождения. А до этого муж Нармины ему сказал, что он младше меня там на пару лет. На два года точнее. И вот мы познакомились, сходили. На следующий день он мне не написал. Он просто анализировал мои соцсети, смотрел мои видео и пытался сделать вывод, я подхожу ему или нет. И где-то неделю он думал, то есть на первый взгляд он кажется очень легкомысленным человеком, но это вообще не так, прежде чем сделать какой-то шаг, он тысячу раз отмерит. Я, например, ему предложила на улице увидела такого красивого бездомного котенка, и он всего... Я испугалась, думаю, что там сзади. В принципе, я могу не выключать рекламу, но я не знаю, насколько это будет вас напрягать. У нас раньше так не было, в Азербайджане сейчас в Ютубе выходит столько рекламы. Это, конечно, огромный плюс авторам, мы получаем за это деньги. Но раньше так не было. нас познакомили, мы пообщались, и потом он мне вообще не пишет. Я подумала, наверное, я ему не понравилась, а потом мне Нармишка говорит, понравилась ты ему. Я говорю, а что он тогда не пишет? Ну я как бы забила. Подумаешь. Потом я заболела, а он мне написал. Что я бы хотела сказать? В общем, я очень хотела котенка. Он похож на Твиксика, только раскраска, такая обалденная раскраска. Бездомный. Маленький. Просто если я его приведу сюда, меня выгонят из дома. В ту же секунду мама скажет, все, хватит с меня. Потому что, будем говорить честно, за Твиксом ухаживает мама. Мама ему покупает корм хороший. Мама убирает за ним, купает его. И, возможно, сейчас все напишут, лентяйка, чем ты занимаешься. Мама к Твиксу относится как к своему сыну. Мне порой кажется, что Твикс с мамой ближе, чем я. Настолько вкусно, что я прям теряю мысль, для ребят. Ну и, в общем, он сказал, что я животных люблю, но я пока не готов к этой ответственности. Я думала, он с радостью скажет, да, давай возьмем. Он сказал, нет. Иногда я вообще не прихожу домой. По работе иногда так бывает, что они день-ночь работают. Поэтому, прежде чем что-то сделать, нужно обязательно подумать. Нельзя совершать какие-то импульсивные выходки. Это у меня иногда бывает. Вот захотелось, я сделала. Так, следующий вопрос. Листаю. Алька, ты вообще планируешь показать молодого человека или нет? Все зависит от его желаний. Вообще, мне больше нравится мужчины, которые не особо вовлечены в эту в медийность. Например, блогер, парень. Или просто тот, кто слишком активно ведет в соцсети. Это немножко не мой типаж, так скажем. Я не против, я могу показать. Просто я не могу делать что-то вопреки желаниям человека. То есть, если человек говорит, я не хочу в этом участвовать, мне оно не надо. Я уверена, что сейчас меня смотрят люди, которые абсолютно не мечтают быть блогерами. Они, например, успешны в своей сфере. Вот напишите, пожалуйста, в комментариях, почему вы бы не хотели быть блогером. Напишите. Некоторые люди, которые мечтают о медийности, хоть какой-то, они думают, что все хотят этого. В основном успешные люди это как раз-таки не медийные люди. Напишите, пожалуйста, будет очень интересно почитать, вот почему именно вы, если вы не хотите свой канал или вообще какую-то аудиторию, почему не хотите. Напишите. Хотела макнуть сюда. Уже привыкла все во что-то макать. Отбивная тоже была неплохая на самом деле. А вы, в свою очередь, не забывайте подписываться на мой канал. Как вы заметили, в последнее время я стараюсь постоянно для вас снимать контент, потому что я вас очень люблю. Пока! Продолжение следует...